Стойка, выпад, атака. Движения Арины предельно отточены. Воспитанница Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию недавно одержала победу в командных соревнованиях среди женщин. На чемпионате России, который проходил в Сочи, спортсменка заняла третье место. Были самые сильные фехтовальщики России. И проходило это два дня. 23 и 26 апреля. 23-го были личные. В личных у нас не особо получилось. А вот 26-го проходили команды. И я была в составе второй Московской областной команды. И мы стали третьими. Другая победительница – Стефания, которая победила в Казани на соревнованиях «Весенняя капель» в личном турнире. Девушка занимается уже шестой год. Выдержка, боевой настрой и поддержка тренеров, несомненно, приводят к победе юных спортсменок. Завоевала бронзовую медаль, уступив одним уколом спортсменке из Курска. Ну, дальнейшие ее успехи тоже были. Это первенство Московской области Ю-23, где она была бронзовой призеркой также. Потом был турнир олимпийской чемпионки Карины Азнавурян. Она также там была бронзовой призеркой. Наверное, самое мое запоминающееся воспоминание о соревновании в мае 2021 года, там, где я заняла первое место, ну, они были самыми сложными для меня. На этот год у Одинцовских фехтовальщиков много планов. В июне им предстоит выступить на открытом чемпионате в Белоруссии. Впереди у юных чемпионов тренировки и подготовка к новому сезону. У нас еще будет первенство России среди молодежи в городе Арзамасе. Шестого фехтуют у нас мальчики, седьмого девочки. И 9 мая, в день победы, у нас командное соревнование. У нас так уже не первый год, именно командные приходятся на наш великий праздник, 9 мая. И в том году мы 9 мая выиграли, у нас девочки выиграли первенство России. Будем стараться в этом году. Подтверждать, конечно, сложнее, но будем стараться. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.